Сегодня подобные мастерские действуют по всему Азербайджану. Здесь изготавливают ковры, характерные для различных регионов, а также восстанавливают старинные узоры, а еще это новые рабочие места. Например, в этой мастерской сегодня работает более 70 человек. Сегодня по всему Азербайджану насчитывается два десятка мастерских, где ткут ковры, ручной работы. Созданы они согласно соответствующей государственной программе. В мастерских налажены все условия для продуктивной работы. Вне зависимости от опыта, все ткачихи проходят предварительные подготовительные курсы. До этого я нигде не работала, была домохозяйкой. Мне всегда очень нравилась работа с нитями, вязание. Когда я узнала, что у нас открылась мастерская, пришла сюда, прошла курсы и получила работу. Поначалу было сложно, но в итоге меня приняли. Это очень интересная работа. Ее надо любить, иначе ничего не получится. Ковроткачество – традиционный вид прикладного искусства в Азербайджане. Веками в стране формировались различные техники и школы. В результате каждому региону присуща своя характерная цветовая палитра и особенности узора. Работа эта непростая и очень ответственная. Ведь для того, чтобы в точности повторить узор, нельзя допустить ни одной ошибки. Вот, например, над таким ковром работает сразу три ткачихи, а на его изготовление уходит два месяца. Среди ткачих немало представительниц молодежи. Сегодня они осваивают техники, которые еще совсем недавно, казалось, могли быть бесследно утрачены. Одна из главных задач таких мастерских – передать секреты искусства азербайджанского ковроткачества в будущем поколении. Сегодня в Азербайджане создано масштабное производство ковров. В западных районах, в Тер-Тере, в Белесуваре, особое внимание уделяется восстановлению Гарабахской школы ковроткачества. Однако мастерские действуют не только на западе Азербайджана. Они строятся по всей стране. Сегодня в них занято более 1800 человек. Потенциал развития ковроткачества в Азербайджане очень высок. В целях дальнейшего наращивания экспортного потенциала в Сумгаидском химико-промышленном парке строится предельно красильная фабрика. Здесь также планируется создание центра обработки ковров. На данном этапе ковры, изготовленные в этой мастерской, можно приобрести только в Азербайджане. Но в ближайших планах принимать заказы для экспорта за рубеж. Лила Курбанова, Рав Гусейнов, Сибиси.